Всем привет, дорогие друзья! Это с вами мы продолжаем с вами играть в Паушенкрафт. Паушенкрафт мы продолжаем с вами играть. Значит, открыли мы прошлые серии зелья глюков и местоположение зелени кромантии, с которым не всё так просто. Оно находится в таком месте, куда как бы без нормального минерала хрен попадёшь. Ну, с другой стороны, нормальный минерал у нас есть, поэтому попасть мы туда можем. В общем, ещё одном из крафтерей, смотрите, за какое количество ресурсов, но это только по той простой причине, что я его искал путём прохождения практически всей карты. Да, можно немножечко, кстати, водички подрить. Значит, что сегодня будем делать? Сегодня мы попробуем завершить главу 4, которая у нас тут есть, и перейти, соответственно, в главу 5. Нам надо создать не греду, зелесть с четырьмя разными эффектами и где-то взять на это на всё ресурсов. Поехали, посмотрим. Для начала нам надо будет собрать всю фигню, которая растёт здесь. Потом надо сходить вниз и посмотреть, что там нужно для негреды. Значит, на, подожди. Да, негреда. Для создания альбеды и соли пустоты. Значит, нам нужно будут 3 зелья... Зелья... Три зелья этого самого, господи, жизней. Огонь, молнии, короче, вся фигня. Потом несколько зельев манны и глюков. Каменная кожа, яд и кислота. Значит, вот это вот всё надо будет замешать, потом ручку потянуть. То есть примерно вот так. Так вот, это на самом деле довольно затратный процесс. Я хочу сказать, очень затратный. Поэтому даже не знаю, в общем, через это всё сейчас получится. Но первое, что я хотел бы сделать, это я хотел бы сделать зелье с четырьмя разными эффектами. Вопрос только с какими. Так, вопрос только с какими. А чтобы понять, какими, нам неплохо было бы посмотреть, что у нас дофигища. Так, ну, во-первых, на грибах мы можем сделать зелье огня. Буквально 2 гриба и зелье огня готово. Потом уйти куда-то вниз. Ну, давайте начнём с 4-х позиционного этого. Значит, закидываю вот эту дрянь. Блин. Дрянь не совсем такая получилась, какая мне надо. В принципе, через могильный трюфель мы можем сразу сходить и сделать себе яд. А ещё можем сделать его через гоблинского гриба. Через гоблинского раз, два, три, четыре. Например, вот так можно сделать. А зелье огня хрен с ним. Давайте мы закинем туда-туда гоблинского гриба. Только немножечко его надо растолочь. Вот так. Так, закинем туда гоблинского гриба. Тогда сначала замешаем. Значит, здесь мы делаем поддувалу и делаем слабое зелье отравления. Хорошо. Значит, теперь отсюда. Дальше при помощи чего-нибудь... Так, сейчас только понять, при помощи чего. Блин, хотя на самом деле мне... Вот право-то ходить особо-то и нечем. На самом-то деле. Да, слушайте, на самом деле хождение вправо не такое весёло. А вот можно ледяной фрукт, в общем-то, взять. Но мне всё равно нахрен не впился. Так, ну давай, ладно, при помощи ледяного фрукта. Надо себе побольше компонентов всяких купить. Так, ледяной фрукт раз. Ледяной фрукт два. Короче говоря, обходит мимо. А, ну вот при помощи путерослей, по идее, мы можем туда тогда пройти. Значит, вот здесь вот мы можем взять эффект и ещё пройти дальше. Так, главное теперь не переворщить. Так, значит, нам надо встать на вот эту дрянь и добавить эффект номер два. Значит, теперь это слабое зелье отравления, лечения. Так, и домешиваться куда-то сюда. Отсюда нам, значит, надо попасть... Так, только, наверное, не так. Давайте при помощи колдовского гриба. Мы сейчас дойдём вот сюда. Добавим сюда тогда ещё один эффект. Теперь это слабое травление, зелье, лечение и морозы. После чего, наверное, при помощи путерослей, опять же... Так, только не так вот так вот надо сделать. Значит, при помощи путерослей мы сначала бежим сюда. Дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык-дык. Теперь надо спуститься вниз. Ну, террария у меня, благо, до хрена. Так, теперь мы спускаемся ещё ниже. И делаем себе вот такое зелье из четырёх компонентов. Завершаем его. Отлично. Теперь у нас есть один кусочек. Теперь нам надо создать будет негреду. Негреду нам надо будет создать. Но я так переживаю, что без нормального количества доцвета мы, скорее всего, этого не сделаем. Так, пойдём за ресурсами, Тадо. Идём тогда за ресурсами. Приветствую, алхимия. А, вот, кстати, говорят, это мне и нужен. Хотя нет, может, и мне и не нужен. Теневая лисичка у тебя есть и странный гриб. Да. Зато у тебя их до хрена, правда, они мне не нужны. Вы все продаёте почему-то грибы. Так, друг, ты не нужен мне в таком количестве. У меня, в принципе, всё это есть. У меня лисички 62 и странного гриба 64. Я ими особо, в общем-то, не пользуюсь. Здесь только переделать рецепт под них какой-нибудь. Можно, конечно, попробовать переделать под них рецепт. Мне же нужны абы какие зелья. Если абы какие, мы можем специально для зелий, которые пойдут на негреды, сделать какую-нибудь свою эту муть. Ладно, дай-ка я у тебя возьму, не знаю, там, по десятке гриба такого и десятку гриба такого. Только за другие бабки, пожалуйста. Ну, вот за такие, например. Так, проваливаю отсюда. Съел гриб, значит, есть зель галлюцинации. Держи. Иду сражаться с гигантом. С лавовым. Да, есть такая штука. Неудачно прыгал и сломал ногу. Держи. О, ну, надеюсь, у тебя есть что-нибудь полезное. Блин, а что все дорогое-то такое? Зараза. Ну, мне все это надо. И вот это мне надо. Вот это, кстати говоря, террория мне не нужна за такие деньги. Хотя, 300 монет. Это сколько я тебе отдам? Касарь, надо поторговаться, конечно. Ладно, я заберу. Хотя, конечно, это вот вообще. Ммм, кстати, златошип. У меня вот его нет. Может, мне вместо террория у тебя златошип забрать? Я его вообще никогда не покупал. Он довольно неплох. То есть он раскручивает от центра и позволяет взять... А с другой стороны, зачем мне это? Не, ладно, давай за косарь возьмем и хорош. Так, откуда торговаться начнем отсюда? О, за 600. Вот за 600 вместо косаря мне вообще нравится. И мы получили новый левел. Химическая практика. Больше ежедневных бонусов. Ну, такое. Не хочу. Так, зелья, которые могут сделать кожу твердой. Да, есть такие зелья. Зелья есть такие. Называется зелья каменной кожи. Забирайте. Есть стражди, которые мешают пройти. Сколько у меня репутации? Так, нет, пока не будем. Недавно поранился. Знаем, что тебе поможет, друг. Если ты недавно поранился, сильное зелье лечения поможет тебе. Хочу отправиться дочью в лес, чтобы собрать кое-какие травы. В темноте я ничего не разгляжу, руки будут заняты. Есть вот такое вот сильное зелье. Так, пойдем еще раз перечитаем. Ну, вот мне, знаете, что интересно? Вот эти вот три... Не, ну, по-любому. Хотя, может, и не по-любому. Я просто думаю, что это может быть либо... У нас же вот этих вот три здесь. То есть, это может быть не три зелья, а зелье сильное сюда надо добавить. Я вот что переживаю. То есть, и тогда мне придется делать слабое. То есть, мне сюда, допустим, сильное, сюда умеренно слабое, а сюда... Хотя, на самом деле... Давайте попробуем. Давайте попробуем тут добавить что-нибудь, да? Раз. Да, раз. Похоже, раз. Еще одно я сюда добавить не могу. Значит... 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 Получается, что мне нужно... Блин, создать эти зелья. Едреж, пса, те же. То есть, мне нужны зелья одновременно, которые вот это... То есть, это не три штуки надо зафигачить. Это надо зафигачить слабое, 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 слабое. Сюда надо зафигачить среднее, сильное. Ой, оперный театр. Слушайте, это прям будет... Это прям будет вообще нетривиальная задача. Негреду колдовать. Но если мы не заколдуем Негреду, мы не продвинемся дальше. Нам придется колдовать Негреда. Так. Значит, теперь мне нужно, получается... По два. Второго уровня манны и второго уровня глюков. Так. Ну, пойдем посмотрим. Манна. Глюки. Ну, пойдем делать второго уровня манны и второго уровня глюки. Вопрос только, надо для меня их сохранять будет. Вот что мне интересно. Так. Дайте-ка мы вот это переместим куда-нибудь вот сюда. И, возможно, это у нас пойдет под Негреду тогда. Так. Вот дрянь пока мы оставляем здесь. Замедлечение, замедление. Ладно, пусть будет. Значит, вот этот вот север нам не пригодится уже явно. Так. Мы его удаляем отсюда. Значит, зелье вот это вот у нас есть. А здесь придется сейчас, блин, делать. Так, придется делать. Значит, второго уровня и второго уровня. Второго уровня манны, второго уровня глюки. Так, ладно. Пойдем тогда к манне. Так, как нам быстро до нее дойти? Надо попробовать при помощи грибов. Например, колдовской гриб должен нас туда довезти, по идее. Надо тогда колдовского гриба еще купить побольше. Значит, раз. Ну, на второго уровня, наверное, нам хватит. Хотя хрен его знает. Так, ладно. Мы там будем проходить мимо. Я думаю, что при помощи второго двух колдовских грибов так или иначе второй уровень мы с вами придумаем. Так. Идем сюда, 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 сюда. Так. Мне нужен второй. Именно. Обязательно второй. Почему-то не третий, а именно вот такой. Так. Ну, давай. Главное, не перебарщить тогда. Так. Вот сюда. Так. Вот второго уровня. Значит, теперь у нас есть зелье манны. А, потому что я понял, почему второго. У них количество эффектов ограничено всего пятью. То есть, я не могу их сделать все охрененными. Ясно. Значит, это у нас будет второго этого и второго. Надо все проверять, блин, а то потом охренеешь. Второго этого и вторых глюков. Так, ладно. Пошли наверх. Теперь надо добраться до глюков. Каким-то образом. Блин, ну это, конечно, здорово, но очень дорого. Блин, ветра цветом тоже как-то жабы душат. А с другой стороны у нас особо вариантов-то нет. Так. Кактус позволяет вообще вниз ходить. Это нам не надо. Блин, у меня что-то для походов вверх-то особо ничего и нет. М-да. Ну ладно. Давай тогда ветра цвет использовать. Так, пойдем сюда. Отсюда можно, наверное, попробовать при помощи путерослей пройти. Главное, чтобы меня не выбило. Так, мы, наверное, возьмем путеросли и доведем их куда-нибудь... Вот до такого, наверное, состояния. Так, теперь надо туда дойти для начала, а то мало ли что. Где эта штука? Так, теперь мне нужны вторые глюки. Ну вот путеросли, в принципе, еще одни. Наверное, даже нормально зайду, да. Так, мне тогда надо больше путерослей. При помощи путерослей мы приходим сюда. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. Так, при помощи путерослей приходим сюда. После чего при помощи ветра цвета... Вот как раз ветра цвет нас, по идее, закинет куда надо. Так, нам нужно... Второй уровень. Буль-буль-буль-буль-буль. Так, вот второй уровень. Так, отлично. Теперь это зелье маны и галлюцинации, которые я хочу сохранить. На всякий случай, потому что хрен его знает. Где оно, кстати? Зелье маны и галлюцинации. Вот оно. Так, это значит, что у нас будет один из компонентов негреды. Вот он. Сохраним его пока вот так. Можешь какую-нибудь банку ему поинтереснее сделать. Так, какую тебе сделать банку? Банку в форме слоника. Или лошадки, или кто это такой. Не знаю, кто это такой. Короче говоря, банку в форме чего-то. Теперь у нас есть зелье... Так, завершить зелье. Значит, мы идем в подвальчик. Где зелье у нас... Так, зелье маны и галлюцинации. Его мы подкидываем... Так, сейчас, чтобы четко все было. Так, его подкидываем вот сюда. Так, зелье маны и галлюцинации мы подкидываем вот сюда. Так, подкинули. Хорош. Ух, так, подкинули, хорош. Значит, теперь мне надо будет сделать следующий компонент этого всего, а именно зелье огня, мороза, молнии и света. По одному. Так, зелье огня, мороза, молнии и света. А у меня такого нет, да, я такого не делал. Огня, мороза, молнии и света. А интересно, именно в таком порядке он должен быть? Блин, ну, наверное, в таком порядке. Может, конечно, пофигу, но мне что-то кажется, что порядок важен. Поэтому давайте мы сделаем, наверное, в порядке, потому что это вдруг потом чуть окажется какая-нибудь фиговина. А просто как нам теперь-то огня, мороза, молнии... Блин, ты охренеешь, слушай. На колокольчиках? Да, мне надо больше путрослей быть. Ладно, давай растолчем огненного колокольчика до начала. Так, растолчем еще одного огненного колокольчика. Так, и растолчем еще одного огненного колокольчика до вот такого состояния. Так. Так, хорошо. Значит, вот мы делаем вот так. А, мы можем же воды налить. Точно. Точно-точно. Мы можем же сделать вот так. А потом просто разбавить его водой и прийти к центру. Да и все. Так, теперь нам нужно мороза. Так, теперь нам нужно мороза. Так, с кем бы таким туда сходить, чтобы прям... Ну, это, конечно, странное будет решение. Так, что-то надо такое прям попроще. Блин, самый простой, конечно, вот это, но это жалко. Гоблинского гриба. Немножечко подняться. А, ну, кстати говоря, можно. Можно взять гоблинского гриба. Туда дойти. Потом... Так, где там наши путросли? Так, то есть, в принципе, если мы, грубо говоря, размешаем путрослей... Сейчас. Закинем их туда, но при этом сейчас добавим мальца водички. Мы можем подняться примерно вот до такого состояния. О, наверное, нормально. Так. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Хреначим свою тушку вот сюда. И теперь мне надо, получается, забрать... Так, зелье огня мороза. Зелье огня мороза, потом молнии. Так, а молнии у нас где? А молнии у нас наверху. Ну, нет, наверное... Наверное, по очереди мы будем это делать. Так, чё-то тогда теперь тебе... Ну, скорее всего, в доцвет, я думаю. Это, наверное, самое простое. Так. Хорошо. Вот он мороз. Зелье огня и мороза. Так. Доходим сюда. Так. Заливаем это плотно водой. Так, молнии. Теперь молнии. А вот блин, от молнии назад уже не вернёшься. Так, как бы нам тогда пройти наверх, чтобы прям... Чтобы прям всё было чётко. В общем-то, можно при помощи колдовского гриба, наверное, потом наверх. Чё-то типа того. Так, давай, наверное, вот так вот как-то сделаем. Так, захреначим туда колдовского гриба. Блин, водоветроцвета у меня маловато. Ну, чё-то поделаешь, ладно. Ветроцветом тогда идём наверх. Так, ещё одним ветроцветом идём сюда. По крайней мере, это самое предсказуемое, что можем сделать. Так, и огненным колокольчиком мы тогда идём вот сюда. Так, поехали. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Так, мешаем-мешаем-мешаем-мешаем-мешаем-мешаем. Так, мешаем-мешаем. И получаем слабые зелья огня, мороза и молнии. Так, и теперь надо всё проверять. И свет теперь нам нужен. И нам нужен теперь свет. Нам нужен теперь свет. Вопрос только, как нам, при помощи чего нам отсюда бы сходить? На могильный трюфель как-то не хочется, если честно. А вот через странного гриба, наверное, можно. Пару странных грибов можно закинуть. Так, раз странного гриба. Так, второго странного гриба мы, наверное, растолчём. Примерно до такого состояния. И подкидем сюда ещё огненный колокольчик. О, я думаю, что так должно быть нормально. Так, и доходим до зелья света. И фигачим. Так, получается слабые зелья огня, мороза, молнии и света. В общем-то, можно было его закрафтить вместо того, что я сделал. Ну ладно. Так, сохраним все рецепт. Слабые зелья огня, мороза, молнии и света. Да, вот оно. Значит, мы его ставим вот сюда. Так, мы его поставили вот сюда. Хорошо. Нифига себе, там рецепт получился. Рецептик получился. Прямо моё почтение. И зафигачиваем мы его вот в эту реторту. Огня, мороза, молнии и света. Так. Красота. Красота неописуемая просто. Теперь нам нужно зелье кислоты. Зелье кислоты нам нужно. Зелье яда двойное и тройное зелье кислоты. Яда двойное. А потом надо до кислоты пилюкать. Так, это будет непросто, походу. Значит, двойное. Ну, сначала террариум. Я думаю, что с этим всё будет крайне... Крайне несложно. Так, хреначим сюда террариум. Потом хреначим сюда... А колокольчика чуть-чуть не хватит. Ну ладно, всё равно колокольчик это самое логичное, что можно сюда запихнуть. А потом придётся запихивать ещё один колокольчик, который мы будем всё это дело выводить. До второго уровня. Ну, то есть, как минимум... А, хотя нет, погоди. Нам же надо ещё дальше идти. Вот так вот тогда. Так, теперь надо чётко только попасть. Значит, нам нужно двойной яд. Так, поэтому надо очень-очень чётенько всё делать. Так, нам нужен двойной яд. Угу. Так, зелье травления. Теперь нам нужна будет тройная кислота. Так, во-первых, мы это домешиваем сюда. Теперь надо тройной кислоты дойти. Так, чем бы таким туда дойти? Это всё слишком... Странным грибом. Так, ну, в принципе, можно кинуть странного гриба. Потом немножечко подуть для того, чтобы нас перенесли туда. Блин, коричневого у меня мало. Мне потом это не повторю. Может, мне это, конечно, и не надо будет повторять? Но если надо будет, то я потом задолбаюсь. Так что... Надо чуть попроще. Не, ну, в принципе, ладно. Террари у меня до хрена. Давай тогда террарий пробираться вниз. Так, раз. Девас. Так, надеюсь, я там не сдохну сейчас на этих. Ну-ка, пойдём сразу проверим, а то... Ресурс потратим зря. Не, не сдохну. Так, нормально. Так, отсюда надо уже уходить куда-то. Так, давай мы, наверное, странным грибом отсюда уйдём. Потом колокольчиком пройдём вот туда. Колокольчиком пройдём туда. Ну, вот, в принципе, могильный трюфель, в общем-то, прекрасно нас туда заведёт. Как раз на третий уровень. Ну, давай, ладно, могильный трюфель один всё-таки применим. Он как раз сюда очень хорошо вписывается. И позволяет не тратить базовые компоненты. Так, то есть нам надо, получается... Так, немножечку-понемножечку встать куда-то примерно вот сюда. Блин, я, по-моему, переборщил. Вот дерьмо. Не факт, что сейчас сойдётся на третий уровень. Чуть-чуть я ложечкой перемешал. Да, скорее всего, на третий не сойдётся. Да, на третий не сошлось. Так, ладно. Тогда мы сейчас применим ещё один колокольчик сюда в таком случае. Так, возвращаемся назад. Теперь в этот раз аккуратненько. Так, вот так вот. Прям чуть-чуть и уже... И уже всё. Всё. Так, вот она, третья ерунда. Плюх. Так, сильное зелье отравления кислоты. Сохраняем все рецепты. Значит, оно у нас идёт вот сюда. Наши негредорецепты. Теперь мы идём вниз и заливаем, значит, сильное зелье отравления кислоты вот сюда. Так, залили. И остался у нас последний. Последний компонент это каменная кожа, рост и сон. Каменная кожа, рост и сон. Так, где это у нас? Каменная кожа вот. Рост вот. А сон? А сон вот здесь. Да, это будет геморрой тот ещё. Значит, ладно, сначала каменная кожа. Я думаю, что порядок важен. По крайней мере, ничего другого мне не объясняли. Значит, будем исходить из того, что порядок имеет значение. Так, ну, давай возьмём террарию. Потом возьмём колокольчик. Так, потом возьмём ещё террарию. Наверное, ещё террарию. Хотя... Блин, коричневые грибы эти. Их прям хочется использовать. Но потом я забуду их купить. И у нас могут возникнуть из-за этого проблемы. Блин, тут, да, на самом деле со всеми грибами могут возникнуть проблемы. Поэтому давай мы, наверное, вот странным грибом лучше пройдём сюда. Так, вот так вот нам поможет странный гриб. Так, а потом ещё одним странным грибом мы как раз дойдём до нужной части. А потом можно, кстати говоря, обойти через низ, наверное. Я что-то так посмотрел. Нам же не обязательно через верх. Мы можем вот так вот обойти. Так, ну-ка, дайте-ка попробуем. Значит, сначала мы фигачим своё зелье вот тудой. Так, и забираем здесь однокомпонентную дребедень. Так, берём её. Есть такое дело. Так, теперь ползём сюда. Значит, отсюда нам надо выползти наверх теперь. Я думаю, что мы при помощи гоблинского гриба. Так, и, кстати говоря, колдовской гриб очень даже неплохо заходит сюда. Но можно использовать что-нибудь ещё. Так, надо только вспомнить, что. Где-то тут у меня есть... Не, ну, в принципе, ладно, колдовской гриб нормально зайдёт. Так, давай, наверное, да, колдовского гриба будем использовать. Так, проделаем вот такой вот маршрут. Теперь мне надо попасть вертикально вверх. При помощи ветра цвета мы это можем сделать. Так, ну, вроде как я не отъезжаю, по крайней мере, я очень надеюсь на это. Да, я не отъезжаю. Так, и мы получаем себе ещё быстрого роста. Так, проверяем. Быстрый рост, и теперь снотворное. Угу. Так, теперь снотворное. Снотворное у нас находится вот там. Снотворное находится вот там. Так, давай мы сначала домешаем тебя до конца. Теперь вопрос, как нам к нему проще попасть. В принципе, на теневых лисичках мы можем выйти сюда, а потом просто пройти, наверное, вправо. Так, ну, давай, мы будем использовать раз теневую лисичку. Так. Два теневую лисичку. Ну, а теперь либо ветроцвет, либо путеросли. Я думаю, что, наверное, путеросли. Так, путеросли позволят нам очень неплохо туда дойти. Так, и ещё одни путеросли как раз позволят нам зайти на эту з. Так, поехали. Ну, я надеюсь, что я всё правильно замешал. Так, вот она у нас один. Значит, получается, у нас ещё один сохранительный рецепт. Так, зелье этого мы сохранили. Значит, получается, ещё один компонент. Вот он. Так, это у нас слабое зелье каменной кожи быстрого роста и сна. Превосходно. Это зелье мы заливаем с вами. Так, роста и сна. Вот сюда. Так, ну что ж. Момент истины, как говорится. Дёргаем за рычажок. Так, пошёл процесс. Так, кислота впиталась. Это всё у нас ушло. О, Негредо! Полное разложение. Чернота. Как сна содержит в себе возможность света, так и в этом веществе кроется возможность получения философского камня. Во время работы над созданием Негреда вы лучше поняли, как работала химическая машина. Новые знания помогли вам восстановить один из повреждённых рецептов. И теперь вам доступен рецепт Альбедо. Путь Алхимика 4 завершён. Отлично, вы завершили четвёртую главу. И с каждой новой главой появляются новые посетители. Вид заказов и так далее. Продолжайте выполнять всякие, короче говоря, штуки. Так, его же надо забрать, наверное. А чё он даёт? Ничего не даёт? Я её просто забрал и всё. А, это вот он, наверное. Так, теперь у нас есть один из элементов философского камня. И теперь у нас открылся Альбедо. Но для того, чтобы захреначить Альбедо, ёпперный театр. Ёпперный театр. Ёпперный театр. Нам, во-первых, нужны усиления алхимической машины. Цитринаса и лунной соли. А это у нас, так, для создания Альбедо и соли пустоты. То есть мне сюда ещё Альбедо надо, что ли, поместить будет? Ух ты ж, матерь божья. Да тут охренешкал, давайте над этим, над всем. Тройное, так, тройной свет. Тут что-то, походу, у меня это... А, вот сюда надо Альбедо положить, всё понял. Значит, вот сюда в печь кладётся Альбедо. Да, у нас эта печь есть вообще? А, вот сюда. Так, вот сюда кладётся Альбедо, и мне нужна пристройка. Так, короче говоря, надо теперь выкупать бутыл химическую машину. Значит, нам нужно будет до хрена денег. И тот товарищ. Нужно ли мне на 70% увеличивать радиус? Не исключено, что, наверное, пригодится. Это, конечно, тоже хотелось бы, но ладно, давай возьмём. Потому что нам, возможно, придётся ещё что-то разыскивать здесь на карте. Ладно, есть у нас теперь... Это что там у нас? Не греду. Так, не греду, не греду мы сделали. Ну, теперь надо вылавливать алхимика и, значит, фармить денюжки. Чем мы с вами и займёмся в следующий раз. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти и дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры подогнал «Симон»